А данный видео обзор посвящается именно тем пользователям, которые думают, что лучше чем Makita ничего нету. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале обзор электроинструментов и с вами Николай Дотошный. Сегодня у меня на обзоре три перфоратора. Это легендарный перфоратор от торговой марки Makita, модель HR2470. А также профессиональный перфоратор от торговой марки Crown, модель CT18108. А также новинка от торговой марки DWT SBH0930. Друзья, суть обзора будет в чем? Я хочу перфоратор Crown сравнить с перфоратором Makita, так как в прошлый раз делал обзор на Crown. Говорили, что Makita лучше, там лучше доплатить, взять Makita. Я проведу небольшой тест. И также посмотрю, что у них внутри. Все это дело мы сравним. Ну и посмотрим, конечно же, новую модель от DWT. Будем смотреть, разбирать и тестировать. В общем, перфоратор 2470, он всем известный. Это легендарная модель перфоратора, которая себя зарекомендовала. Перфоратор Crown, это новинка на рынке, которая идет с запатентованной системой смазки. Я недавно на него делал обзор. Ну и DWT, это новинка. Я, если честно, вообще не знаю, какое там нутро, какая там механика, какой там якорь. В общем, будем разбирать и смотреть. Пробежимся быстро по характеристикам. Makita указали мощность 780 ватт и сила удара 2,4 джоуля. Crown указали мощность 800 ватт и сила удара 3,4 джоуля. DWT указали мощность 900 ватт, сила удара 3,5 джоуля. Комплектация перфоратора Makita, это линейка для измерения глубины. И очень хороший пластиковый чемодан с качественными защелками. Комплектация перфоратора Crown, это три сверла и пика и лопатка. Также дополнительный съемный патрон, тоже от торговой марки Crown. И защелки, конечно, не такие, как Makita, но чемодан хороший, прочный и качественный. Комплектация перфоратора DWT, это также три сверла 8, 10, 12. Также лопатка и пика, дополнительный съемный патрон и запасные угольные щетки. Ну и чемодан, точно такой же похожий, как и в перфораторах Crown, такой же плотный, хороший и качественный. Что касается сечения сетевых кабелей, так у всех оно одинаковое, 2 на 1 мм квадратный. По гибкости кабеля у всех одинаковые, прорезиненные, хорошие. Но длина сетевых кабелей совершенно разная. У Makita 4 метра, Crown 2 метра, друзья, перфоратор DWT 3 метра. Это меня удивило, реально удивило. А знаете, что мне еще понравилось в перфораторе DWT? Что есть в ручке, есть футляр для хранения небольших сверл или для хранения какой-то маленькой оснастки. Или, возможно, даже кому-то пригодится, друзья, заначка от жены. Тоже, кстати, очень удобно. Посмотрю, что предлагает Е-каталог. Напишу в поисковой строке перфораторы, выберу торговую марку Makita. Также, я определюсь по мощности от 750 до 1000 Вт. Так, видим, что здесь огромный выбор перфораторов, которые предлагают магазины от торговой марки Makita. Но мне нужна модель 24-70. Я ищу... Так, выбираем 24-70. И ищу цену, которая мне подходит. Очень удобно добавлю свой список желаний. И также добавлю для сравнения. Также найду торговую марку Crown и модель, которая меня интересует. Добавлю в избранное и также добавлю в сравнение. Друзья, на Е-каталоге очень удобно сравнивать товары, где прям все как на ладони. Это характеристики и цены. Также можно подобрать все нужные аксессуары к перфораторам. В общем, все ссылки, друзья, я оставлю в описании. В общем, подключил перфоратор ДВД к сети. И хочу послушать его работу, продемонстрировать вам. Удар. Удар со сверлением. И сверление. В общем, кнопка чувствительная. Нажимаем медленно. Медленно работает. Реверс. В общем, все замечательно переключается. Никаких претензий нет. Подключил перфоратор Краун также к сети. И тоже хочу послушать его работу. Как он работает. В принципе, кнопка точно такая же чувствительная. Плавность хода хорошая. Ну и реверс тоже хорошо работает. Ничего нигде не видно. Ну и, конечно же, попробуем перфоратор Макита. Как в работе. Тоже кнопка плавной схода есть. И реверс тоже очень удобно все переключается. К Маките вообще никаких претензий нет. В общем, друзья, я подготовил кусок бетонной перегородки. И буду проверять перфораторы на скорость сверления в бетоне. Для этого я взял три сверла диаметром 8 миллиметров. Включу секундомер. И каждый из перфораторов проверю на скорость сверления. На старте идет у нас перфоратор Краун. Ну что ж, поехали. Скорость сверления была где-то приблизительно 21-22 секунды. Следующий на старте это легендарный перфоратор Макита. Ну что ж, погнали. Друзья, результат перфоратора Макита показал 25-26 секунд. Сейчас протестируем перфоратор от торговой марки ДВТ. Ну что ж, поехали. Ну, результат такой же приблизительно, как у перфоратора Макита. Это был 25 секунд. В общем, первое место по скорости сверления по удару это перфоратор Краун. А на втором месте одинаково и Макита, и ДВТ. Ну что ж, поехали разбирать. Потихоньку, не спеша, я добрался до кнопок включения. Во всех трех перфораторах кнопки включения совершенно разные. В общем, кнопка в перфораторе ДВТ 6-амперная, в перфораторе Макита также 6-ти, в перфораторе Краун 4-амперная. Контактные группы тоже у всех разные. Краун идет как в 2-26 Боши. Ну, Макита понятно, какой оригинал Макита. И в ДВТ, в ДВТ, ну, такого я еще не видел. Видно, да, стоят шарики с обоих сторон. Для чего эти шарики в этой контактной группе. В корпусе вот стоит пластинка такая, и эти шарики фиксируют положение контактной группы. Ну, в принципе, реализовано интересно. Ну, и хотел еще сказать, что ощутимая фиксация на руки, так в ДВТ, скажем так, самая четкая такая фиксация идет за счет вот этих шариков. Вот добрался до якорей, вот они красавцы, якоря наши. Что ж, друзья, картина маслом, ДВТ, Макита и Краун. Передам вблизи якоря ДВТ. Ну, видно, заливка красотой не блещет. Якорь от Макита. Видно, какая заливка, какая броня. Это фирменная фишка от производителей Макита. И якорь от Краун. Также возле коллектора хорошо залили. И самое главное, что мне еще понравилось, Краун, возле крыльчатки, где обычно попадает всякий мусор. Очень толстый слой лака. Прям толстенный слой лака. Не знаю, или камера передает вот эти все витки. Видно, вот залиты очень толстым слоем лака. Да, видно, камера передает. Во всех трех перфораторах есть антивибрационная резинка от Макита и от Краун. Остались в корпусе. Во всех трех перфораторах стоят пластиковые шайбы, которые защищают подшипники и от перегрева, и также от пыли. Подшипник в перфораторе в Краун стоит 607, LFK. Подшипник в перфораторе Макита стоит 627, хорошей фирмы NSK. И в ДВТ стоит от фирмы ZXBRS, также 607. В общем, на что еще обратил внимание, это на посадку самих якорей в корпус. То есть на люфты. В ДВТ есть прижимная пластина, она прижимает. В Маките прижимной пластины нет. Ну, люфт тут, скажу вам честно, самый большой. И в Краун есть также прижимная пластина. Здесь вообще люфты минимальны. Вот в Маките, смотрим. Это даже слышно. И Краун. Минимум. И в ДВТ тоже такой люфт немножко есть. Еще хочу показать вид сверху якорей. Видно в Маките якорек самый меньший. Это часть металла, самый меньший. Также коллектор идет тоже тоньше, чем в Краун. Ну, сейчас я буду брать все это дело и замерять. В общем, замерил я якоря. Длина металла в ДВТ составляет 48 мм. Макита 40 мм. Краун 43 мм. Диаметр во всех трех якорях составляет 35 мм. Диаметр коллектора в ДВТ 23 мм. Макита 22 мм. И Краун 23 мм. В общем, то, что я и говорил. В ДВТ есть прижимная пластина, которая прижимает якорь непосредственно к механике. У Макита нет. И в Краун также есть прижимная пластина, которая прижимает якорь к механике. А чем лучше вот такие прижимные пластины, которые прижимают якорь к корпусу? Чем они лучше? Лучше тем, что меньше будет люфтов. А чем больше люфты, скажем, тем больше возможно, что якорь будет черкать об катушку статора. Друзья, хочу передать катушке статора вблизи от ДВТ. Витки ровненько лежат. Вообще хорошо. Есть пластиковые держатели, которые держат витки. Макита. Ну, к сожалению, видно, да. У Макита нет никаких пластиковых держателей. Просто витки лежат на пластике. Это немножко плохо, конечно же. И Краун. Также есть пластиковые держатели, которые держат витки. В общем, потихоньку, не спеша я добрался до механической части. Но сейчас будем все это смотреть. В общем так, механика у всех совершенно разная. Но в ДВТ чем-то похожа на Краун. Ну, конечно же, в Краун запатентованная система смазки. В общем, с этих камер смазка никуда не девается. Абсолютно никуда не девается. Я сейчас буду это дело все разбирать вам и показывать. И у всех трех перфораторов стоят металлические переключатели. Это тоже очень хорошо. В перфораторе ДВТ промвал фиксируется на трех болтах. В перфораторе Макита промвал на двух. А в перфораторе Краун точно так же, как и у ДВТ на трех. На что еще обратил внимание, так это на люфты в промвалах. В ДВТ есть небольшой люфт. Макита так же есть. А в Краун люфта абсолютно нет. А почему в Краун самые меньшие люфты? Так как крепление очень надежное и не требует сюда никакого опорного подшипника. Скажем, в Маките есть опорный подшипник в корпусе и так же ДВТ есть. Вот непосредственно в Макита опорный шариковый подшипник. И так же в ДВТ опорный шариковый подшипник. Так, а что еще понравилось? В перфораторе ДВТ в корпусе редуктора стоит шариковый подшипник. И так же вверху стоит сальник перед этим подшипником. В перфораторе Макита в корпусе пластикового редуктора уже стоит и голистый подшипник. Это видно. И в перфораторе Краун в корпусе редуктора так же стоит шариковый подшипник. Друзья, что мне еще понравилось именно в перфораторе Краун в стволе? Если выработка будет здесь, то можно будет чисто верхнюю часть заменить и все. В Макита и в ДВТ нужно будет целый ствол менять целиком. В Краун это очень удобно. Друзья, попытаюсь передать еще такой момент. Вот что меня очень удивило. Макита толщина гильзы составляет полтора миллиметра. Это даже видно не вооруженным глазом. В Краун она имеет два миллиметра. Видно, что стенки самой гильзы толще. В общем, она будет прочнее, она будет меньше игреться и она будет дольше служить. Кстати, в ДВТ точно такая же толщина стена, как и у Макиты. Полтора миллиметра. Вот добрался до бойков. Это боек ДВТ, Макита и Краун. Как видно, Макита самый меньший. Ну и самый слабший удар они указали. Это 2,4 джоуля. Чем мне нравится Краун, я уже это говорил, так это вот этой запатентованной системой смазки. Все плотно прижимается. И с этих камер смазка абсолютно никуда не выходит. То есть шестерни и червяк якоря будут постоянно смазываться. В ДВТ также есть одна такая смазочная камера, в которой тоже постоянно находится смазка. Никуда с нее не девается. Это уже новые технологии. Ну в перфораторе Макита нет никаких смазочных камер. Модель немного давняя. Просто шестерня стоит открыта. Здесь выходит червяк якоря. И все. А вот Краун не только шестерня постоянно в смазке, а и пяный подшипник, и гильза. Все, ребята, все постоянно в смазке. И плотно очень закрыто. То есть смазка во время работы никуда не девается. Это, друзья, очень продумано и запатентовано. Покажу вблизи промвалы. Это ДВТ, Макита и Краун. Видно, в Краун на промвале самые большие зубья идут. Потом Макита, ну и ДВТ самые маленькие. Очень мне понравился промвал от ДВТ. Все идет полностью на шариковых подшипниках. В корпусе также шариковый подшипник. Никаких игольчистых подшипников. Таких валов я еще не видел. Это, друзья, это новинка. Замерил я шестерни, которые на промвалах большие. Краун 30, Макита 29 мм и ДВТ 31 мм. Друзья, хотел еще кое-что сказать. Как показала практика, в перфораторе 24-70 вот эти зубья, что на промподшипнике, что на пяном подшипнике, как слабо цепляет, какой слабый идет зацеп. Плюс нет прямых углов. Из-за этого постоянно промподшипник на этих местах слизывается. В краун этот момент реализован лучше. То есть идет уже больший зацеп. Видно, как зацепляет. И нет, скажем, никаких скошенных углов на зубях. Друзья, очень интересно реализован промвал в ДВТ. Переключатель идет сразу с подшипником, который при переключении сразу цепляет промвал. Это очень интересная реализация. Если честно, я такого еще не видел. Сейчас разберу и посмотрю, как оно все там работает. Вот, разобрал я промвал от ДВТ. Мне интересно было, какая реализация идет внутри. Видно, как хорошо цепляет, какие хорошие зацепы. То есть никаких конусных срезов, как у Макита. Здесь у нас, вот про то место я говорил, где постоянно все время зализывается от серьезных нагрузок. Ну, как-то так. Хочу еще показать, что в корпусе редукторов ДВТ и в краун стоят шариковые подшипники. А у Макита он напрессован на промвал. Получается так, друзья, что люфты вот именно в такой реализации будут больше. Ну что ж, будем подводить итог. Кто хочет реально приобрести перфоратор профессионального использования, можно покупать краун. И не сомневаться, это я уже второй раз доказал. Макита тоже хороший перфоратор, двигатель хороший, качественный. Но в плане механики и в плане силы удара, она немного уступает перфоратору краун. А что касается перфоратора ДВТ, ну так сказать, это перфоратор для бытового использования. Хотел сказать, как видно, что торговая марка ДВТ не стоит на месте, все время развивается. То есть этот перфоратор будет лучше любого бытового 2.26. Ну а всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на мой канал. Впереди много чего интересного. Всем удачных покупок!